В ожидании начала 26-й отчетно-выборной конференции областного отделения Единой России партийцы в неформальной обстановке общаются с единомышленниками и делятся своими ожиданиями от предстоящей встречи с прессой. Конечно, сейчас будет подведение итогов, будет ротация в кадрах и все эти мероприятия будут иметь судьбоносное значение в рамках предстоящих политических циклов, в рамках управления регионом, в рамках партийной работы, поэтому ждем решений. Конечно, мы знаем о своей работе в целом. Хотелось бы понять, что у нас произошло, над чем нам в дальнейшем работать. Конечно, ротация у нас происходит и выборы нашего секретаря, поэтому я считаю, что такая достаточно плановая работа идет. К началу конференции из 320 делегатов зарегистрировано 187. Один из главных вопросов повестки – подведение итогов работы региональных единороссов за пять лет и планы на будущее. Сегодня в Подмосковье почти 65 тысяч членов партии и более 34 тысяч ее сторонников. Работает 57 местных и 3839 первичных отделений. Основой деятельности партийцев на ближайшие годы станет народная программа, собранная из наказов избирателей, высказанных ими во время встреч в рамках избирательных кампаний 2021 года. Всего поступило свыше 780 тысяч пожеланий жителей. Из них 105 тысяч уже выполнены, а более 3 тысяч будут реализованы за счет бюджетных средств. У нас, например, сейчас уже 328 школ на пять лет. Есть конкретная программа капитальных ремонтов. У нас строятся детские сады, школы, закрываются полигоны. Все то, что происходит в области, это то, о чем говорили жители в прошлом году во время встреч с кандидатами в депутаты, во время встреч с руководителями партийных организаций «Единой России». В Одинцовском округе таких наказов больше 30 тысяч. У каждого определены свои сроки исполнения. Отслеживать их в муниципалитете будет штаб, который возглавил секретарь местного отделения партии, глава округа Андрей Иванов. При этом продолжится и работа по партийным проектам и многочисленным акциям. Мы получили, распределили и получили свой объем работы, да, вот из этих 30 тысяч наказов на ближайшее время, на среднесрочной перспективе и, ну, условно, мы считаем там срок до трех лет. Это, конечно, детские сады, школы и так далее. Мы уже реализуем часть этих работ. В первую очередь депутаты всех уровней будут отслеживать вот эти мероприятия, наказы, которые включены, подкреплены бюджетами муниципальными, подкреплены для депутатов областной думы, подкреплены бюджетом Московской области. Ну и, конечно, это ежеквартальная связь с нашими избирателями. Один из новых членов партии – депутат Госдумы Денис Майданов. Конференция совпала с его днем рождения, поэтому единомышленники вручают ему подарок. Парламентарий активно включился в работу, знает проблемы своего избирательного округа, регулярно проводит личные приемы населения, занимается законотворческой деятельностью. И все равно возникают какие-то аспекты, какие-то пожелания людей, которые потом становятся законопроектом. Мне, в частности, это очень сильно помогает в работе в Государственной Думе. И я постарался, чтобы ни одно из обращений граждан не осталось без ответа. И если оно нуждается в законопроектном решении, то это уже в работе. В рамках конференции состоялось избрание политического совета, президиума, контрольной комиссии и секретаря регионального отделения партии. В политсовет вошло 125 человек. Это депутаты, секретари местных отделений, сторонники партии, лидеры общественного мнения. Его состав обновился на 40%, а состав президиума – более чем наполовину. Возглавил подмосковное отделение «Единой России» вновь Игорь Бронцалов. Мы, как партия власти, которая берет на себя ответственность здесь, на территории Московской области, ставим перед собой самые смелые амбициозные задачи, которые были высказаны и в обращении губернатора уже в этом году, ну и в реализации тех наказов, инициатив, которые были нам инициированы жителями Московской области. При этом жители должны чувствовать перемены к лучшему и видеть решение своих проблем. Это будет самой лучшей оценкой деятельности партийцев. Вся агенционно-пропагандистская работа партии заключается в том, чтобы максимально слышать людей, самое главное – не бояться сложных вопросов, общаться с людьми, выходить на контакт и решать вопросы, не забалтывать их. Не забалтывать вопросы, а их решать. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».